день добрый всем сегодня мы на полях первой мировой войны играю я за фрицев на сервере в основном боты я обнаружил только одного человека вот который играет на стороне союзников я играю на стороне фрицев как я уже сказал да но я не играл уже очень-очень давно вот бельгийц лежит раненый уже кого-то вот убил очень давно я не играл в эту игру вот сейчас зашел так для разминки чтобы вспомнить как вообще играть и так далее артиллерии сколько народу здесь находится я играю за штурмовой батальон и у этого штурмового батальона на свои как бы сказать особенности вот я играю за командиром и у меня маузер и граната вот помимо этого когда время приходит я могу навести навести как бы сказать там газ газ фазген называется который будет отравлять всех кто без без противогаза кто не успел надеть у кого нет противогаза и в общем всем кому не повезло бывает такое что люди они просто не успевают одеть конечно с игроками поинтересней компьютер в основном в открытую идет но надо сказать что как-то раз я играл в общем отряды но смысл такой что четыре человека держат держат траншеи на них наступает волна за волной огромное количество народу они в открытую бегут не прячась то есть как положено вот и ты как бы ваш отряд их отстреливать и вот мы играем все как бы это самое там у нас пулеметчик строчит снайпер работает все как положено но я там артиллерию наложу и тому подобное вот и тут нашего пулеметчика снимают снимают значит снайпер снайпер за него играет компьютер он что сделал он залег залег и из лежачего положения сделал точный выстрел то есть это было как бы неожиданность то есть мы как бы привыкли что они просто прут а тут он лег короче притворился обидно не то что но не видно когда они не двигаются лежит такой прицелился и выстрел сделал то есть как-то это странно было другой раз мы тоже играем такие все нормально ничего не происходит всех убиваем как полагается ну и это самое убегая значит и фриц с лопаткой и бросает гранату вот это было тоже очень неожиданно от компьютера такого никогда не ожидаешь но надо еще учесть то что командиры вражеские то есть тут америка бельгийцы шотландцы кто там еще вот они тоже могут и наводить артиллерию наводят они достаточно точно особенно если ты сидишь на одном месте и вот эти вот негра это тильеры они в африке были проявили доблесть их потом привезли сражаться против немцев представляю удивление немцев которые увидели чернокожих солдат это было наверное забавно патроны кончаются самое неподходящее время но надо отметить например вот в battlefield который играл там по своим когда стреляешь там ничего не происходит ну конечно есть сервера где фрэнди fire стоит здесь если попадаешь по своим ты их конечно не убиваешь но у тебя снимают очки зачем перед перезаряжаешься стараешь уже убили короче как это вообще да ну вот крутым еще на и тильерам вообще маузер конечно точный пистолет наверное один из самых лучших на то время на период второй первой мировой войны скажем прямо кольт был тоже очень даже ничего вот эти вот револьверы всякие уэлби или наган или немецкий револьвер который ужасный просто который перезаряжается полтора часа кошмар вообще как из него стреляли не представляю вот но на мой взгляд наверное все таки самый такой необычный наверное может быть своеобразный это все-таки пистолет артиллерийский артиллерийский люгер назывался там много-много очень патронов было какой-то футуристичный магазин у него был для твоего для того времени в общем это было очень необычно конечно немцы технически гений конечно у них там работал на полную катушку что в первую что во вторую мировую войну до подстрелил американцев живот и бельгийцы тоже вот но когда ни было есть достаточно жесткие схватки вот какой бы ты ни был подстрелить тебя может и опытный игрок и самый что ни на есть нуб который только только пришел в игру в этом большой плюс что новички они как бы может вести очень хорошо но конечно безрассудственно примерно пулемет бежать ссылка с открытой грудью это ненормально но и под снайпера подставляться порой так вот высовываешься вам базу и тебе сразу прилетает в голову смотришь думаешь снайпер не снайпер нет не снайпер обычный как попал вообще непонятно ну да тут все простреливается короче вот и навел газ фазген пускай продышится пугают вообще с реальными игроками конечно посложнее играть но в то же время и намного интересней потому что забрасывают гранатами снайпера отрабатывают пулеметчики прижимают но в общем и лопаткой тебя пытаются убить штыками ножами все для рукопашного боя все все есть все имеется разве что нету специального ножа такой был нож короче короче выглядит как нож с кастетом вот такого здесь нету очень обидно очень обидно что обошли разработчики вниманием с вниманием этот замечательный нож из пистолета здесь можно настрелять очень даже нехило но мне вот не нравится у маузера то что тут вот мы сейчас в атаке находимся штурмовать будем попал в этот самый в южик из-за этого глава граната короче не перелетела там автоматчик отстреливается но вариант то что он там всех завалит мало вероятен обычно в таких моментах конечно очень хорошо артиллеристы расчищают вообще путь чего-нибудь упадет какая-нибудь бомба какая-нибудь бред то вот всех там в труху рожки до ножки полетели ну да зря я заговорил про артиллерию прям как ну да ладно ну вот и короче артиллерия расчищаешь и дальше ныряешь в траншеи а там уже как пойдет очень хорошо эти огнеметчики работают то есть они как выжигает все автоматчик тоже хорошо гранатами забрасывать тоже но с той стороны тоже граната за бросают с радостью вот можно появиться сейчас прям на нем если вы не убьют причем вот мы сейчас играем мы с противоположным игроком который сейчас там играет мы с ним практически не пересекаемся то есть я по моему вообще ни разу не видел вот можно так вот отыграть целый матч и ни разу не встретиться кого-то убил гранаты что ты он такой здесь часто то есть там перепрыгнул даже еще не успел лечь тебя убивают высунулся ставишь на сушки пулемет и тебе в голову снайперская пуля прилетает появился побежал и 5 минут не прошло как гранат взрывается и тебя убивает оторвав предварительно конечности да вот тут достаточно такая жесткая жесткие траншейные бои конечно здесь нету танков первый мировой да и авиация как-то в основном представлено тут есть разведывательный самолет и если там отряд развит он может сбрасывать то есть авиационную бомбу но с авиации на этом все только разведывательный самолет и кукурузники и бомбу сбрасывают авиационную конечно там вот наверху есть дирижабли но они как декорация скорее вот так вот спасибо за просмотр надеюсь потом как-нибудь еще сделаю видео где огромное количество игроков играет и мы еще победили спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр